Так, друзья, Андрей Березовский, канал Хэксплойер, канал про здоровье. И сегодня еще раз от терапевта Неонила Леонтьюк мы чет разберем, какие анализы и на что обращает терапевт при ковиде. Это две большие группы. Группа, отвечающая за тромбообразование, и группа анализа, отвечающая за воспалительный процесс. Обязательно досмотрите ролик до конца. Если у вас есть вопросы к Неониле, задавайте свои вопросы внизу. Обязательно подпишитесь на канал, друзья. Анализы пациента с ковидом. Если мы заболели, мы, во-первых, обращаемся к врачу, чтобы он осмотрел нас и оценил клиническую ситуацию. Потом врач может вам назначить некий перечень анализов. На что обращает врач внимание в анализах пациента с коронавирусной инфекцией? Первая часть, что нас интересует, это воспалительный процесс. Второе, это риск тромбообразования. Если мы оценим воспалительный процесс, мы смотрим, во-первых, на лейкоциты, точнее, их фракцию, лимфоциты, которые отвечают за противовирусную защиту. Что нас настораживает, это когда эти же лимфоциты падают. То есть, если они ниже единицы, мы говорим о том, что течение будет нехорошим, могут быть осложнения. Следующее в общем анализе крови, это скорость оседания эритроцитов. И, в принципе, всё. Дальше мы смотрим на С-реактивный белок, который очень быстро реагирует на воспалительный процесс. И по цифрам мы судим, насколько этот воспалительный процесс яркий, сильный и насколько он контролируемый. То есть, если 50-й выше, мы уже думаем, что что-то не так. Но есть пациенты, у которых он и 70, и 100, а клиника отличается. То есть, клиника нормальная. Мы в первую очередь ориентируемся по пациенту. Сейчас с дельта-штаммом, наоборот, мы не видим такого быстрого нарастания показателей, а пациент быстро ухудшается. Поэтому здесь тоже так надо очень внимательно смотреть на состояние. Это воспалительный процесс. Не зависит от того, это бактериальный, вирусный, какой-то аутоиммунный процесс, это всё равно будет повышение цифр ЦРБ. В первую очередь мы обращаем внимание на ЦРБ, ну и на ферритин, на повышение уровня ферритина. Ну, хотя, если надо что-то проконтролировать, то в первую очередь, конечно, обращаем внимание на цирритин и блюда. То есть, у нас блок, воспалительный блок, это... Лейкоциты. Лимфоциты, палочки, соя, ЦРБ, ферритин. Если нас интересует бактерия, плюс мы ещё иногда делаем прокальцитамин. То есть, лимфоциты уменьшаются? Уменьшаются. Лейкоциты тоже могут снижаться. Соя, ЦРБ, ферритин возрастают, ну, в зависимости от силы и интенсивности воспалительного процесса и реакции организма. То есть, всё здесь очень индивидуально. И второй блок, то, что нас интересует, это риск тромбообразования, так как COVID в основном, в первую очередь, целится на сосуды. Мы смотрим у пациента в общем анализе крови гематокрит, то есть, насколько густая кровь, допивает пациент жидкость или не допивает. Если он очень высокий, то мы не допиваем. Кровь густая, возрастает риск тромбообразования. А если низкий? Если низкий, то или где-то кровотечение, или мы перепили жидкость, ну, что бывает очень редко у пациентов с воспалением. Смотрим на количество тромбоцитов, они могут падать, это тоже такой не очень приятный момент. Они используются на процессы тромбообразования. Их, мы, ну, организм их использует, из-за чего в русле их становится меньше. Чем меньше тромбоцитов, значит, тем больше они где-то используются. Потом мы смотрим коагулограмму, показатели ее, и смотрим додимер, который будет нам косвенно говорить о том, насколько развит процесс тромбообразования в организме, есть ли оно, нету, и, ну, насколько оно опасно, скажем. Но надо предупредить, что даже высокие цифры додимера, это не всегда тромбы, это и заболевания соединительной ткани, и онкозаболевания, беременности, даже во время менструации и обильных кровотечений может быть повышен показатель. Поэтому здесь тоже надо очень внимательно смотреть. Цифру не буду говорить, потому что она зависит от лаборатории, в которой вы будете делать. А норма какая тогда? Ну, смотрим, зависит от лаборатории, в которой вы делаете, да, то есть это может быть от 0,5, там, нанограмм на миллилитр до 450-500, то есть все зависит, смотрим на референтное значение. То есть повышение в 3-4 раза уже говорит, что что-то не так. Вот в 3-4 раза. Где-то что-то не так. Если это у нас соединяется с, например, усилением одышки, с отеками на ногах, с появлением каких-то покраснений на ногах, тогда мы очень внимательно на это смотрим, обращаясь к врачу и решаем эту проблему. В колгулограмме есть ряд показателей. Они в первую очередь будут говорить о функции печени в плане коагуляции. Если для обывателя, то если там очень много красного цвета или галочек, значит, надо обратиться к врачу, потому что с колгулограммой все немного сложнее. Надо учитывать много нюансов. Прием препаратов, не прием препаратов, каких препаратов, и уже тогда смотреть. За тромбообразование у нас отвечает, в общем анализе мы смотрим гематокрит тромбоциты, смотрим колгулограмму, смотрим додимер. Вот. В принципе, 4 пункта. Если что-то куда-то отклоняется, выше, ниже, мы обращаемся к врачу и стараемся понять причину этого, а не лечим сам анализ. Нету какой-то резкой специфичности. Смотрим, скорее всего, на отклонение, то есть появление лейкоцитов и эритроцитов, в частности, измененных эритроцитов. Вот это нам будет говорить о том, что идет поражение именно клубочков почек, надо с этим что-то делать, и появление белка выше грамма. То есть во время температуры он может повышаться в моче, но если он выше грамма, значит идет поражение почек, и надо это корректировать с врачом. Конечно, могут повышаться и появляться, или повышаться разные соли, такие как нитраты, фосфаты и так дальше, но это, скорее всего, будет проявлением интоксикации, недостаточно мы пьем жидкости, и поэтому они появляются. То есть по моче это эритроциты и это белок. Тромбообразование, воспалительный процесс это две группы, на которые врачи сегодня при ковиде обращают наибольшее внимание. Кстати, наш ролик, который по крови, анализы при ковид, набрал очень много просмотров. Спасибо вам, можете его здесь посмотреть. Будьте здоровы, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова